В дискуссию, надеясь и даже не сомневаясь в том, что все докладчики подойдут, у нас с вами одна из самых интересных секций, с моей точки зрения. Я изучил программу остальных секций. Мы самые смелые. Современное состояние российско-китайских отношений, экономика и культура. Я надеюсь, что мы найдем новое качество, чтобы посмотреть на российско-китайские отношения и с экономической точки зрения, что более традиционно и понятно, но и с культурной, что придаст нашему восприятию отношений такой объемный, как я говорю, 3D или уже 5G формат. Первый докладчик у нас Ирина Федоровна Попова, директор Института восточных рукописей Академии наук. Тема доклада «Российские коллекции китайских рукописей и книг». Ирина Федоровна, пожалуйста. Спасибо. Регламент. Да, я помню, да, я помню, постараюсь вот эту огромную необъятную тему как-то уложить в какие-то ограничения. Дело в том, что справедливо Сергей Михайлович отметили, что экономика должна быть связана с культурой. И вот история формирования книжных коллекций, рукописных коллекций, не только на китайском языке, но и вообще на восточных языках, они очень тесно связаны. Именно связаны с экономикой. История формирования фондов. Конечно же, я буду говорить в основном, очень кратко буду говорить в основном о коллекции моего института, который отметил в ноябре прошлого года 200 лет. Это на самом деле 200 лет всего академического востоковедения в России, поскольку из Азиатского музея вышли все самые крупные центры, которые сейчас востоком в России занимаются. Но прежде чем рассказать о наших фондах, я просто упомяну самые крупные хранения, где сосредоточены рукописи на восточных языках. Начинаем мы с бывшей Ленинской библиотеки, Российской государственной библиотеки, жемчужиной коллекции которой является фонд Константина Андреевича Скачкова. Чем он ценен? Он ценен маргиналиями. Дело в том, что, живя в Китае, Скачков очень хорошо изучил библиографические наклонности своих китайских коллег и покупал именно те фонды, которые он считал редкими, содержавшими какие-то приписки, какие-то пометы на полях. Российская национальная библиотека более известная как «Публичка». Фонд китайский там небольшой, около 200 единиц, но он очень интересный. И как все вообще остальные фонды, он формировался достаточно бессистемно, в общем, прямо можно сказать. Но вот за счет этого появлялись, за счет источников каких-то появлялись, очень интересные единицы хранения. Санкт-Петербургский государственный университет сейчас начинает приоткрывать свои коллекции. Дело в том, что какая-то часть фонда приехала из Германии после Второй мировой войны. Ну и, естественно, она не так была широко исследователям известна. Рукописей у них немного, около 50. Но ксилографы интересны. Есть минские ксилографы, которые, в общем-то, достаточно редко встречаются и в Китае тоже. И Институт истории, археологии, этнографии народов Дальнего Востока во Владивостоке хранит очень интересный фонд. Если бы было время о нем рассказать, это, знаете ли, содержит историю его формирования, очень много детективных историй. Но, тем не менее, то, что сейчас осталось, это бывший фонд Восточного института, это около приблизительно 2000 в основном ксилографов. Итак, наши фонды. Наши фонды, общее количество рукописей Института Восточных Рукописей Иран составляет более 150 даже сейчас, вот мы с мельчайшими фрагментами насчитали, рукописей старопечатных книг на живых и древних восточных языках. Состав китайских фондов. Ну, естественно, фонд из Дуньхуана, замурованной библиотеки, которая была замурована в XI веке перед нашествием тангутов, и обнаружена она была в 1900 году, волею судеб она оказалась разрознена между хранилищами мировыми, Лондон, Париж, в основном, да, вот три, два крупнейших фонда, и у нас примерно содержится процентов 15, наверное, от рукописей всей Дуньхуанской библиотеки, которая по миру рассеяна. Фонд НОВА, это фонд цинских рукописей и ксилографов, вот, он около 500 единиц, небольшой, фонд китайских истампов, истампажей, вот сегодня Михаил Борисович показывал такого рода истамп, около 2000 единиц хранения, и ксилографический фонд, 4000 приблизительно, ну и, конечно, в остальных многих фондах содержатся также китайские рукописи. Так, и так, так, а что же он не хочет, да. Вот, ну, основание Азиатского музея всегда с большим удовольствием, когда вот приходится говорить о наших фондах, демонстрируя вот портрет Сергея Семеновича Уварова, известного всем более своей формулой самодержавия, православие, народность, но, тем не менее, в истории Востоковедения он сыграл просто выдающуюся роль, вот он явился отцом-основателем, по сути дела, академического Востоковедения, предложив создать Азиатский музей. Вот здесь копия его письма об этом в Академию с подлинной его подписью фамильной. Институт прошел довольно долгую историю. В 1930 году на основе Азиатского музея был создан Институт Востоковедения, который полностью находился в Ленинграде довольно долго, до середины 50-х годов. Затем мы, вот именно Институт Восточных рукописей, существовали в такой реинкарнации Ленинградского отделения, затем Санкт-Петербургского филиала Института Востоковедения. Из 2007 года президиум РАН даровал нам независимость и новое название, тем самым подчеркнув нашу основную специфику, которая, в общем-то, была присуща Азиатскому музею. Итак, уже говоря непосредственно о самих фондах, я уже говорила, что их формирование имело довольно случайный характер, но есть дата 1730 год, когда Лоренц Ланг, дипломат, привез из Китая, как там было написано, 8 папок книг, нет, 82 тетради из 80 папок. Ну, название неизвестное, каталог не сохранился. Возможно, вот это один из тех ксилографов, которые Лоренц Ланг привез, причем это было еще до формирования Азиатского музея. Ну, в принципе, книги на китайском языке стали приходить в Россию, вот как это ни странно, из Европы именно, как они приходили. Вообще, европейское китоведение, оно так формально на 100 лет раньше нашего появилось за счет ордена иезуитов очень активного на Востоке, и книги приходили на китайском языке, в частности, приходили в европейские собрания аристократов, как вот такие экзотические штучки. Никто, ну, кто-то понимал китайский язык, ну, навряд ли их владельцы, но, тем не менее, вот, пожалуйста, здесь портрет Андрея Ивановича Стермана, канцлера, в собрании которого, по многим, так сказать, известным нам данным, такие книги были. Откуда нам это известно? Дело в том, что в 1730 году в Санкт-Петербурге была опубликована на латинском языке книга, она называлась «Музеом синекум», и автором ее был немец-академик, первый русский востоковед Теофил Зигфрид Байер, ну, в основном состав академики был немецкий, как известно, в ту пору Россия мозги покупала, а не наоборот их разбазаривала. Ну, вот, и вот проживший 8 лет в Петербурге Байер издал книгу, и вот он, в частности, пользовался книгами из собрания Стермана. Вот, ну, тут есть комментарии, которые я опускаю за не менее времени. Очень большую роль в формировании фондов, наиболее ранних, сыграла, конечно, наша миссия, которая была основана формально в 1713 году, и с 1715 года она начала свое существование в Пекине, и по Кяхтинскому договору, как известно, в миссии полагалось содержать четырех учеников, которые, кстати сказать, тоже стали потихоньку покупать книги, и так случилось, что уже к моменту основания Азиатского музея их у нас копилось в Академии наук примерно 3000 единиц хранения. Вот еще хотелось бы все-таки обязательно отметить, в чем состояла роль Уварова в развитии востоковедения, ну и вообще, так сказать, библиотечного дела в России. Он озаботился тем, чтобы книги не просто хранились, но для них составлялись каталоги. То есть эта традиция, она восходила, конечно, еще и к бакмейстеру, и более ранним временам, но тем не менее, вот именно восточные книги были каталогизированы с указанием каких-то более-менее точных деталей, подробностей о них, как раз вот благодаря распоряжениям Уварова. И вот этот один из каталогов, каталог китайским и японским книгам, был как раз составлен для Азиатского музея по его поручению. Шиллинга Павла Львовича я не могу не отметить, потому что это первый в области востоковедения грамотный, продуманный библиофил. Потому что до этого действительно книги приходили достаточно случайно, вот кто-то что-то купил, понравилась картинка, привез. Шиллинг собирал книги, уже пользуясь консультациями, в основном миссионеров, которые находились в Пекине, и достаточно большой фонд собрал, в который входили книги на санскрите. Вообще главной его страстью была тибетология, но китайских книг тоже было достаточно много, и вот почти 5000 единиц хранения книг к нам пришло в Академию наук благодаря усердным поискам Шиллинга. Но вот случайная находка, наверное, самая такая интересная, она известная, так как книга «Вариант сна в красном тереме», сокращенная версия, она называлась «Запись о камне». Она была приобретена совершенно случайным человеком, студентом миссии, который приехал, несколько месяцев прожил, по болезни уволился, как говорят, по болезни уволился, но тем не менее, в общем, какая-то странная история за ним хранится, потому что вот один из знаков тайных обществ, такой вот иероглиф с водой «Хун», где Оля, вот такой вот иероглиф, он как раз вот на этой книге «Шитоотзе» имеется. То есть что, как, может быть, тут действительно какая-то детективная история, вот эта интересная очень книга, она так и называется. Санкт-Петербургская запись о камне, теперь, значит, российская запись о камне. Вот, картинок довольно много. Иностранцы, приезжая в Китай, естественно, фотоаппаратов тогда не было, они рисовали картинки, рисовать они умели все. И вот такие интересные, совершенно уникальные картинки, вот с разной техникой, со смешанной техникой, они также к нам приходили и задерживались. Вот, но предприимчивый китайский народ понял, что иностранцев очень интересует их, так сказать, повседневность. Они довольно скоро стали создавать такие небольшие сообщества, фирмочки, которые стали вот картинки такие выпускать, на которых было расписано. Так в Китае делают то-то. Далее шло пояснение и картинка, вот, которая изображала процесс. Вот тоже интересная картина, которую изображает проповедник. Как тут написано, что он ходит в книги, предлагает, значит, о своих верованиях, но если их не покупают, то он их может и подарить. Вот, и так уже направляясь к концу, я хочу отметить обязательно роль экспедиции, которые в большом количестве были направляемы великими державами того времени, включая Россию, в Среднюю Азию, в Центральную Азию, шла борьба за рынки и так далее, за зоны влияния. Но так получилось, что собирательство рукописей стало продолжением большой игры. И действительно, да, так сказать, олимпийских игр тогда возрождённых не было в виде. Но вот собирательство, оно процветало. Собирательство культурных ценностей, собирательство рукописей. И к нам, конечно, пришёл совершенно уникальный фонд, благодаря Пржевальскому, основным его ученикам, фонд из города Харахота, мёртвого города. Так случилось, что тангуты были полностью уничтожены монголами. И к XIV веку язык этого народа, тибетская группа, был забыт. Но вот Пётр Кузьмич Козлов обнаружил вследствие раскопок археологических, в женском захоронении в городе Харахота, целую библиотеку книг, в котором наряду с тангутским забытым языком находились словари. Китайско-тангутский, тангутско-тибетский. И началась расшифровка, в которой большую роль сыграли именно русские исследователи. Вернувшись из экспедиции, Козлов организовал выставку, причём она пользовалась совершенно неслыханным успехом. И, тем не менее, вот эта известная коллекция, она прославилась на весь мир. И если от Дуньхуана нам досталось 15%, то вот мировое наследие тангутов, которое вообще в мире существует, и храним мы его 95%. То есть, конечно, опять же, хранительская деятельность, о которой тоже хотелось бы сказать несколько слов, но, видимо, не получится, она тоже была очень важной частью, так сказать, собирательской деятельности. Академия наук начинает организовывать экспедиции, причём они отправляются в самые разные части Азии. И очень успешными были, конечно, экспедиции в Синьцзян, что связано непосредственно с Китаем, откуда они приносили рукописные ценности. Дипломаты играли огромную роль, потому что всё-таки вот это был момент престижа, они покупали рукописи у местного населения. Это фотография экспедиции Сергея Филовича Альденбурга в Дуньхуан, которая как раз вот нам в Дуньхуанские рукописи доставила. Вот, хранительская деятельность. Дело в том, что как любое поколение переписывает свою историю, так и любое поколение переделывает свои каталоги. И каталогизация, она всегда, по крайней мере, для Азиатского музея, была очень важной составной частью деятельности. Вот этот ксилограф, он был создан, ну, как многослойно. Вот создавался один каталог, потом ещё один, потом ещё один. И вот новейший, к сожалению, он датирован только 1973 годом. Мы всё время думаем, как бы нам его переиздать. Но, тем не менее, вот все наши фонды описаны, а некоторые даже полностью изданы. Ну, а вот это я хотела бы просто упомянуть в связи с тем, что мы находимся во Владивостоке. Дело в том, что здесь сегодня на пленарном упоминали, в 1899 году был создан Восточный институт. Очень интересное, первое, по сути дела, практическое востоковедное учреждение в нашей стране. Но в нём скопилась совершенно потрясающая библиотека. Опять же, способом археографических экспедиций, потом студенты, поскольку их готовили для практической деятельности, они каждое лето на три месяца отправлялись и проходили практику у купцов, русских предпринимателей, которые имели свои офисы в Китае, в Японии, в Корее, но тут уже в меньшей степени. Но, тем не менее, им тоже выделяли особые средства, и они эти деньги тратили на такие правильные нужды. Это примеры того, что у нас пришло к нам из Восточного института, совершенно уникальные сцены, батальные сцены императора Цинлуна, гравюры интереснейшие. Это книга на кеданьском языке, тоже совершенно редкое, большое кеданьское письмо, тоже мёртвый язык, не дешифрованный, поскольку такого открытия аналогичного Харахотовскому у нас нет. Просто красивая картинка. Ещё одна очень редкая, потому что всё-таки это простонародные картины, они в Цинском Китае не таким успехом пользовались, это не элитарная культура, их, в общем-то, собирали мало, скорее всего, не собирали, но, тем не менее, наши исследователи, когда приезжали, им они казались интересными, и они привозили их, и таким образом материал совершенно уникальный, практически не сохранившийся у нас есть. Но прежде чем завершить, всё-таки надо сделать какие-то выводы. Какие-то выводы? Ну, я, наверное, скажу, во-первых. Вот меня один раз поставили просто в тупик вопросом, ну, чем они цены, ваши восточные рукописи? Ну, вот чем они цены? Ну, я была, честно сказать, растеряна, а потом, ну, чем они цены? В первую очередь, информацию, причём любой информации, и содержательной, и визуальной, и какой угодно, это само по себе уникум. И то, что мы это храним, мы это оберегаем, это и честь большая, и ответственность. Вот, мы, в общем-то, как бы обязаны. Второе, чем также, почему уникальные коллекции российские? А вот тем, что Россия, по крайней мере, вот Россия, руководители, да, правящий слой, довольно рано поняли, что какую роль играет рукопись вообще в культуре восточных народов. И вот в 1844 году правительство выделило специальные деньги тем дипломатам, которые в Китае трудились, работали для того, чтобы они покупали рукописи и книги на восточных языках, и всё это доставлялось в Россию. По большей части переходило в Академию наук, вот, а Академия наук уже передавала вот такой специализированной дипо, как Азиатский музей. Поэтому я ещё раз хочу подчеркнуть, что мы храним абсолютно уникальные коллекции, и это и честь большая, и ответственность. Ну и мы, конечно, очень этим гордимся, потому что, что это значит для китайского народа, мы понимаем. Так что спасибо большое за внимание. Спасибо большое, Ирина Фёдоровна. Очень не просто познавательный, но и полезный доклад. Я надеюсь, что то, о чём Вы рассказали, найдёт воплощение и в познавательном, и в научном плане. Даже, может быть, фильм какой-то надо будет сделать. И с помощью современных средств цифровых, может быть, с помощью дополненной виртуальной реальностью соединить с ключевыми европейскими, с теми же иезуитами, и получить вот такое объёмное представление о той эпохе и информационной ценности в восточных источниках и китайских прежде всего. Огромное спасибо. Я хочу предоставить слово директору Института мировой экономики Шанхайской академии международных исследований, Лисинию. Тема – торгово-экономические отношения на современном этапе. Ну, конечно, российско-китайские торгово-экономические отношения. Пожалуйста. Он на русском будет говорить. Рад во Владивостоке встретиться и поделиться своё мнение с Россией. Российскими коллегами. Тема моего доклада – 70-летие российско-китайской торговой промышленной торговой отношения, опыт и урок. Но за 15 минут я, конечно, не могу развернуто рассказывать об этом. Ну, я, наверное, делаю акцент на некоторые ключевые вопросы, чтобы вы подумали тоже со мной. 70-летие – в это время торговый оборот. Я вот показываю вам на этот слайд. Оборот. Вы видите, что оно действительно связано с политическими отношениями двух стран. Это что значит? Торговля зависит от политики. Ну, значит, мы учились вроде бы не по такому теории. Мы сначала экономика, потом политика. Но вы видите такую ситуацию. Я определяю эту историю как несколько этапов. Первые, значит, 50-летие, 60-летие противостояния. Потом 70-е и 80-е годы стабилизации и улучшения. И после распада Советского Союза это будет другой период. И после этого периода отношения двух стран уже вошли в самое лучшее время. Если определять это несколько этапов, мы замечаем, что 50-е годы как-то союзные отношения, очень высокая торговля. А во время противостояния это упало очень сильно. А в 70-х годах немножко восстанавливается. Особенно в 80-х годах повышения серьезные. В 90-х годах отношения между странами стабилизируются, но еще, как говорится, привыкаются. Здесь не очень изменилась динамика торговли. Но после 2000 года по масштабу и в уровень торговли получила очень серьезное развитие. Мы можем сделать какой вывод? Первый. В уровень масштаба торговли между странами зависит от двухсторонней политики. Много СМИ говорят, что отношения между странами политика горячая, а экономика холодная. Но я не согласен с этим, с этой оценкой, потому что политика способствует экономике. А второй. Национальная идея и менталитет народа ограничивает развитие экономико-торгового сотрудничества. С российской стороны, допустим, национальная идея – это европейизация. Это занимает главные позиции именно в российской национальной идее. Двухголовый орел, одно глаз на Европу, одно глаз на Азию, но то глаза на Азию, оно особо не очень зрелище. А еще в российской национальной идее – это немножко экстремизм. Экстремизм – это значит, что русские принимают людей как либо друг, либо враг. А это не очень совпадает с китайскими идеями. Посередине. Вот таким образом российско-китайские инвесторы, бизнесмены, они очень трудно друг друга понимать. Особенно в переговорах с российской стороны. Российская страна часто изменяет свое решение после переговоров. Это тоже фактор, который мешает нам работать. Третья – национальная идея русских, значит, очень сильно на ней беспокоится о безопасности. Потому что любой угрозы, любой потенциальный какой-то фактор угрозы, для них это уже очень настораживающе. И это мешает им привлечь инвестиции. Я думаю, что здесь три фактора именно в менталитете и идее действительно мешают нам работать. Но нельзя сказать, что в китайских бизнесах общества тоже есть своя проблема. Именно они больше выделяют внимание на Запад и Европу. Российские друзья часто задают такие вопросы. Почему китайцы не хотят сюда приехать работать? Потому что нам очень нужны китайские инвестиции. Но можно сказать, что действительно инвестиций взаимные очень мало сейчас. Китайские инвестиции в России с 2008 года по 2017 год действительно увеличиваются серьезно с темпом. Но объем общий не очень большой. С 2007 года общая инвестиция составляет всего 14 миллиардов. Но обратно российской инвестиции в Китае еще меньше. Тогда посмотрим внешние инвестиции России и Китая. Главные цели инвестиции, смотрите, в Китай, это Китайский Гонконг, Британские Виргинские острова, Швейцария, Россия, это Кейпро. Внешние инвестиции в России на самом деле не так мало, много. Но вы смотрите, в Китае почти нет российской инвестиции. Поэтому здесь тоже что-то показывает существенную нехватку именно доверия или уверенности друг к другу. Сейчас мы посмотрим разные модели экономического развития и системы экономики. А это тоже ограничивает развитие сотрудничества сторон. Мы посмотрим, что увеличение... Вы смотрите, как между ними, что происходит именно в ВВБ, торговый оборот и российско-китайский торговый оборот. По такой динамике мы видим динамика одинаковая, но она занимает очень маленькой долей в своей экономике. Четвертая структура торговли товаров. С 90-х годов до 2000-х годов произошло очень большое изменение. В 90-х годах экспорт в Китае из России в основном техника и электронка. А из Китая это питовые товары и продукты. А сегодня структура такая уже кардинально изменилась. Китай из России закупает более 80% энергетических продуктов. А Россия из Китая закупает техники, оборудование, почти занимает 50% импорта. Такое изменение означает только структурное изменение, но общий объем торговли не так изменился. В объем торговый оборот якобы мы подошли к потолку, который мы не можем никак превышать. И пятый, хотел сказать, что в двух странах экономика это экспортная экономика. Это тоже мы все обираемся на экспорт своих продукций. Поэтому мы очень зависим от мировой экономики. Шестое хотел сказать. Регулировка экономической политики тоже влияет на сотрудничество. Мы смотрим на этот слайд. Когда происходит регулирование экономической политики, то оно очень сильно влияет на торговый оборот. Это 2008 год. Внешний товарооборот в Китае. Вы видите, доля России это всего 3,6%. В структуре экспорта России Китай занимает долю 13%. Мы видим, что доля не такая большая. В прошлом году мы достигли 100 миллиардов долларов. Дальше мы можем достигать 200 миллиардов или 300 миллиардов. Я считаю, что это возможно. Мы должны работать по схеме, стараться заниматься сопряжением евро-азиатского экономического сотрудничества с помощью «Один пояс – один путь». Если мы можем сделать правильные пути, то торговый оборот мы можем достигать очень высокого уровня. Спасибо. Большое спасибо, уважаемый профессор. Это моя книга. Это только новая книга. Я хотел подарить председателю нашего заседания. Уважаемые коллеги, я еще раз выражаю благодарность профессору Лисине. Лично я считаю его доклад сегодня одним из ключевых с китайскими инвестициями в России, с российскими инвестициями в Китай. Вообще с экономическими отношениями надо очень серьезно разбираться, причем руководствуясь такой категорией, как предельная честность и откровенность и полнота. На пленарном заседании мы слышали, что китайские инвестиции в дальневосточные регионы исчисляются 600 миллионами долларов, даже миллиарда они. Мы услышали сегодня цифру 14 миллиардов инвестиций китайских в Россию, причем есть и другая цифра, если говорить о частных инвестициях, то всего 4 миллиарда. Это при том, что китайские инвестиции в страны Латинской Америки, Африки исчисляются десятками миллиардов долларов, иногда сотнями миллиардов долларов. И надо исходить из того, что это ненормальная ситуация. Лидеры дружат, взаимодействуют, политика теплая, в экономике ничего нет, а в конце прошлого года инвестиции в дальневосточный регион вообще спустились на 92%. Значит, есть какие-то тому причины и объяснения. Россия, уменьшая зависимость от доллара, перевела часть золотовалютных резервов в юаня. Официальная статистика – это 14%, думаю, даже до 17%. Китай вынужден девальвировать юань из-за торговой войны с Америкой, и Россия теряет уже миллиарды долларов на своих инвестициях в юань у золотовалютных резервов. Значит, тоже надо искать компенсационные механизмы. Я просто хочу всех призвать к тому, что ситуация здесь крайне тревожная, крайне сложная, и честный, объективный анализ поможет нашим странам из этой ситуации выйти. И вот руководствуясь этими экономическими и финансовыми соображениями, я хотел бы предоставить слово Сергею Александровичу Иванову, заместителю директора по науке и международным связям Института истории, археологии и этнографии, народов Дальнего Востока, Дальневосточного отделения РАМ. Почему? Потому что его доклад называется «Китайские инвестиции в особые экономические зоны». Может, он покажет, что я был абсолютно неправ в своих цифрах. Пожалуйста. Но регламент. Да. Коллеги, можно презентацию, да, Иванова? Извините, коллеги, что так пришлось немножко… Здесь вы мне оставите талан. Да, да, да. Спасибо большое, Сергей Михайлович. Я буду очень близок к тексту, чтобы переводчику было легче. Мой доклад посвящен не исторической тематике. Я бы хотел поговорить о китайских инвестициях в современные особые экономические зоны на Дальнем Востоке. Так, чтобы понять, как пользоваться. Свободный порт Владивостока – территория приезжающего развития. Это вообще тема… А, да. Тема китайских инвестиций в особые экономические зоны, она имеет тоже свою историю. Так как, на самом деле, инвесторы из Китая были наиболее активны и в первых экономических зонах Дальнего Востока. Это СЭС-находка. Ну, вот есть слайд, да, пример количества китайских компаний и объемы инвестиций в СЭС-находка на 1993 год. И вот синенький – это Китай. Но в лучшем случае этот капитал остался в виде гостиниц и ресторанов в находке, но в основном представлял собой оборотные средства для ведения коммерции. Ну, причины были очевидны, да, криминал, коррупция, ну и в целом, да, то, что сейчас называют… Отсутствие того, что сейчас называют инвестиционным климатом. Да, и Китай в тот момент не был большим экспортером капитала. Но в последние десятилетия ситуация изменилась. Китай стал одним из крупнейших экспортеров капитала в мире. Россия, в свою очередь, стала централизована создавать новые виды особоэкономических зон на Дальнем Востоке, внедряя, ну, в принципе, неплохие такие мировые практики привлечения инвестиций и значительно улучшив инвестиционный климат. Надежды на китайский капитал в эти зоны оказались тоже очень высокими. Ну, например, президент России в 2015 году был убежден, что новые возможности, ну и конкретно ТОР и СПВ, вызовут интерес у инвесторов из Китая и других азиатских стран. И, ну, более того, после этого официальные лица обеих стран стали заявлять о потенциале миллиардных инвестиций на Дальний Восток. Ну, и вот прошло, в принципе, 3-4 года, да, со временем существования этих льготных режимов, и можно подвести определенные итоги. Начнем со статистики, да, статистические данные, на самом деле, не способны отразить, насколько помогают льготные режимы хозяйствования привлечь капитал. Ну, вот, это как раз то, о чем говорил Сергей Михайлович. Ну, вот, допустим, по российским официальным данным Центрального банка, китайских инвестиций на Дальнем Востоке очень мало. На октябрь 2018 года в общем объеме иностранных инвестиций на Дальнем Востоке на Китай приходилось не более 0,1%. А в абсолютных показателях, вот, с 2015 года по 2018 объем китайских инвестиций, наоборот, даже сократился. То есть, ну, получается, тот капитал, который остался, да, на Дальнем Востоке китайский, он сократился с 72 до 66 миллионов долларов. Ну, я немножко объясню цифры, почему вот Виктор Венчуарин говорил про рост инвестиций с 200 до 600 миллионов долларов. Все на самом деле очень просто. Включили Забайкалье и Бурятию, да, сразу выросла статистика. Вот, потому что у Забайкалья очень большие показатели, у них там, ну, 400 как раз миллионов долларов инвестиций. И, ну, о чем, о чем, в то же время мы видим миллиарды инвестиций, которые дает китайская официальная статистика, да, ну, и, соответственно, истина где-то на самом деле рядом, между, да, вот это, между этими цифрами. Эти цифры, на самом деле, очень сильно российские. Цифры расходятся с ожидаемыми инвестициями, которые прописаны в соглашениях с инвесторами. Ну, вот, на 1 января 2019 года, то есть данные у меня такие, в свободном порту Владивосток и территориях опережающих развития было зарегистрировано, соответственно, 39 и 7 компаний с китайским участием. Суммы планируемых инвестиций в данные площадки были достаточно большие, более 135 миллиардов рублей в Торы и более 24 миллиардов рублей в свободный порт Владивосток. Можно перевести это в доллары. А, в принципе, это где-то около 5% от всех инвестиций, в принципе, которые предполагались вот на 1 январь 2019 года в свободный порт Владивосток и Тор. Но вот реализованных инвестиций, вы видите на слайде, вот это оранжевеньких, да, на данный момент, ну, намного меньше, да, это около 4 миллиардов рублей и туда, и туда, ну, а где-то, то есть если переводить в проценты, 2 и 3% от планируемых инвестиций. Ну, основной аргумент оптимистов, в принципе, в оправдании вот такого низкого процента реализации, ну, оптимист скажет, ну, прошло слишком мало времени. На самом деле экономисты считают, что где-то нужно 7-10 лет, чтобы говорить об эффективности преференциального режима. Ну, и поэтому я предлагаю посмотреть не на цифры, а на качество тех компаний, которые заходят, зашли на данный момент в территорию, переезжающую в развитии свободный порт Владивосток. И что мы можем, какие основные характеристики этих компаний. Ну, во-первых, стоит оценить масштабы предприятий с китайским капиталом. В свободный порт Владивосток все компании с китайским капиталом являются микропредприятиями, то есть это предприятия, где там количество сотрудников меньше 15 человек, оборот меньше 100 миллионов рублей. В Тор, конечно, заходят более солидные инвесторы, ну, то есть этот режим предполагает более крупных инвесторов. И ситуация здесь, безусловно, лучше. Лучше всего лишь одна компания – это микропредприятия, остальные, ну, там две малые предприятия, и, получается, четыре компании не зарегистрированы в реестре средних и малых предприятий, поэтому, ну, сложно говорить об их масштабах, но, в принципе, вот, исходя из того, что я знаю, да, то есть мы интервью брали у некоторых из этих компаний, то есть это достаточно большие компании. Во-вторых, если, ну, вообще, как бы, по закону, в законодательстве любой инвестор китайский, он обязан регистрироваться в Министерстве коммерции для того, чтобы хотя бы просто выводить свой капитал из Китая. Иначе просто он легально не сможет перевести деньги. И тут, конечно, ситуация немножко такая удручающая, потому что в свободном порту Владивосток всего лишь 13 компаний из 39, зарегистрированы в государственных органах Китая, как проекты, ну, они зарегистрировали свои проекты в России, как проекты зарубежного инвестирования. И только вот в эти, получается, 13 компаний могут легально поступать деньги. Ну, а другие резиденты свободного порта Владивосток, видимо, финансируются вот из источников теневого финансового рынка, да, то есть, ну, то, что он есть на Дальнем Востоке у китайцев, ну, я думаю, мало для кого секрет. То есть это могут быть разные способы, я не буду здесь это обсуждать. Но я сразу говорю, что это там не криминальные деньги, это просто вот деньги, которые не регистрируются государством. Ну, а с компаниями в Торах ситуация лучше. Здесь из 7 резидентов 6 проектов, 6 компаний зарегистрировали свои проекты в государственных органах КНР, ну, и поэтому, да, они официально могут получать финансирование из Китая. Третья, по третьей характеристике, да, которая, мне кажется, интересна, это, ну, вообще, насколько сам по себе инвестор в Китае крупный, да, вот можно выделить всего лишь 4 крупные компании, вот с суставным капиталом более 100 миллионов юаней, которые реализуют 5 проектов Торо-СПВ. Но, к сожалению, самый крупный проект – это создание нефтепрерабатывающего завода, который предполагал инвестиции в размере 123 миллиардов рублей или вообще 77% от всех планируемых инвестиций китайских в этих зонах заморожен, и маловероятно, что будет реализован. В-четвертых, в свободном порту Владивосток и в Тор в основном вкладывают китайские предприниматели из приграничных с Дальним Востоком провинций. Это Хэуэнзиан, Дзилинь. Ну, почему тут на самом деле все логично? Во-первых, эти предприниматели, предприятия из этих провинций уже давно ведут свою хозяйственную деятельность на Дальнем Востоке, и многие вели ее до образования Тор и свободного порта Владивостока, просто перевели свои активы в льготные режимы. Ну, и эти компании в основном небольшие. Эти компании параллельно занимаются приграничной торговлей или какими-то услугами приграничными. Ну, у них такой диверсифицированный бизнес, и для них инвестиции, ну, это вот просто способ диверсификации своих активов. Ну, и в-пятых, то, что на настоящий момент китайские инвестиции вкладываются в традиционные для Дальнего Востока отрасли. То есть мы не видим того, что территория переезжающего развития или свободный порт Владивосток как-то позволили улучшить структуру инвестиций, ну, или там направить не в традиционные области до Дальнего Востока. 16 проектов, вы видите, связаны с обрабатывающими производствами, но эти обрабатывающие производства в основном связаны с лесом, с сельским хозяйством, ну, либо рыбой. То есть вот как раз вот получается, ну, либо строительством, да, то есть там производство строительных материалов. То есть получается вот, ну, как раз то, что характерно Дальнего Востока, лес, рыба, сельское хозяйство, ну, и строительство, да, в эти как раз сферы и вкладывается китайский капитал в второй свободный порт Владивосток. Ну, и подводя итог, да, мы видим, что качество китайских инвесторов в новых периференциальных режимах не сильно отличается от традиционного инвестора Китая на Дальнем Востоке, который был до этих режимов. Усредненный портрет, да, китайского инвестора в Торах и СПВ – ну, небольшая компания из переграничных с Россией районов Китая, вкладывающая в наиболее традиционные отрасли Дальнего Востока. Вряд ли с таким качеством можно сделать прорыв в инвестиционном сотрудничестве двух стран на Дальнем Востоке России. Тем не менее, я бы не стал считать, что территория, переезжающая в развитие или свободный порт Владивосток неэффективны в привлечении китайского капитала. Как минимум, эти режимы предлагают удобные налоговые и административные режимы хозяйствования. И в целом, на самом деле, очень позитивно оцениваются китайскими предприятиями, ну, и теми, которые работают, и теми, которые там планируют зайти в эти режимы. Поэтому, ну, все-таки есть надежда, да, что вот количество, да, когда-нибудь все-таки перейдет в качество. Пока мы не видим этого, но надежда есть. Все, спасибо большое. Спасибо большое. Я хочу предоставить слово Александру Всеволодовичу Седову, генеральному директору Государственного музея Востока. Тема – китайские коллекции Государственного музея Востока. Пожалуйста. А вам удобнее экран перед вами, чтобы вам не оборачиваться и управлять тогда. Спасибо большое, Сергей Михайлович. Ну, сейчас от экономики чуть-чуть ненамного вернемся обратно к культуре. Китайское собрание является самым большим в Государственном музее Востока. Оно включает около 20 тысяч предметов. Большой интерес в России и Китае, его искусству, начиная с 18 века, побудил к активному коллекционированию дальневосточных произведений. Постепенно складывались дворцовые и частные собрания, которые впоследствии, после революции 1917 года, были переданы в музейные фонды страны. Начало к китайскому собранию нашего музея было положено передачей предметов из коллекции Сергея Петра Щукиных, знаменитых русских коллекционеров и меценатов. Вот на слайде вы видите одна из картин, принадлежавшая Сергею Щукину. Это одна из редких посмертных портретов китайских знатных лиц, которые, их несколько всего в Национальном музее Китая в Пекине, и вот несколько таких портретов у нас. Пополнен нашу коллекцию экспонаты закрытого после 1918 года музея бывшего Строгновского училища. В 20-е и 30-е годы 20-го века в музей передавались произведения китайского искусства из оружейной палаты музея Московского Кремля, из расферированного музея народоведения, из Иваново-Вознесенского кривейческого музея. Вообще, в 20-е и 30-е годы характеризуются вплоть до 40-х годов перераспределением музейных коллекций, созданием новых музеев, закрытием старых музеев или закрытием новых музеев. После 1918 года большое количество так называемых пролетарских музеев в Москве создавалось, их было, по-моему, аж 5, которые просчитывали всего-навсего 2-3 года. Потом они закрывались, и их коллекции передавались в уже существующие крупные музеи. Передачи из других музеев происходили и в 1960-е, и в 70-е годы. Так, в 1968 году наш музей обогатился изделием прикладного искусства, переданным из Государственного исторического музея, а в 1979-м уникальной коллекции народного лобка, ранее хранившейся в Центральном музее революции. Это так называемые китайские новогодние картины. В 1957 году это тоже был процесс, ну что ли, перераспределения коллекции родных музеев в соответствии с их профилем. Из исторического музея, из музея революции выделялись коллекции восточного искусства и передавались в тот музей, который изначально был создан для экспонирования и хранения восточной коллекции, то есть музея Востока. После победы революции в Китае, после разглашения Китайской народной республики, началась интенсивная культурная, культурный обмен между нашими странами, и в Москве проходили несколько выставок достаточно крупных китайского традиционного искусства, китайско-народного искусства. И, как правило, все экспонаты, большая часть экспонатов из этих выставок оставалась в Москве. Так, в 1957 году большую коллекцию произведений китайского искусства, включая уникальные предметы 18 века подарила нашему музею Министерству культуры Китая. Продолжала и продолжает пополняться музейная коллекция за счет даров коллекционеров. Так, в 1949 году, после большого собрания мебели, резного камня и фарфора, было подарено музею Дмитрием Михайловичем Мельниковым, прожившим в Китае 64 года, с 1886 года, где он занимался производством и продажей прессованного чая. А в 1975 году, например, по завещанию Владимира Семеновича Калабушкина, который с 1949 года много лет преподавал в китайских учебных заведениях и занимался коллекционированием, в музею отошли прекрасные образцы древней брозы, фарфоры, мебели, живописи. Теперь несколько слов о самих коллекциях китайских произведений искусства. Искусство древнего Китая отрождено лишь единичными, хотя и прекрасными образцами брозовых сосудов II тыс. до н.э., несколькими ритуальными предметами из нефрита V-III веков до н.э., коллекцией бронзовых зеркал III века до н.э., III века н.э., мелкой погребальной пластикой ханьской и танцкой эпох. Интересно небольшое собрание средневековой каменной и деревянной скульптуры. Более полно представлено китайское искусство позднего Средневековья, нового и новейшего времени. Особую художественную ценность имеет коллекция китайской живописи, включающая свитки известных мастеров XV-XVI веков. В ней можно отметить серию каллиграфических свитков Джу Юньмина XV века, горизонтальный свиток Сюйвея XVI век и несколько картин прославленного живописца XVI века Цюйина. Среди живописных произведений имеются подлинные шедевры таких крупных мастеров, как Юнь Шоу Пин, Иван Цзинь, XVII век, Ло Пинь и Джен Се, XVIII век, Жень Бо Дань и У Чан Шо, XIX-XX века. Относительно недавно музей выпустил полный каталог, каталог резоне этой коллекции. Которая по праву считается одной из лучших в России и мало в чем уступает, например, коллекции Эрмитажа. В музее собрано и хранится коллекция китайских народных лубков, новогодних картин. Их около девяти сотен листов одна является одной из самых полных в России. Причем некоторые образцы этой народной живописи отсутствуют даже в коллекциях в самом Китае. Относительно недавно наши китайские коллеги выпустили очень большой том китайской народной картины, в составлении которого принимал участие известный китаевед Рифтин, российский китаевед. И в этом каталоге целый ряд произведений из нашей коллекции, нашего музея тоже включены. Еще одна коллекция китайского художественного творчества, которая, ну скажем так, была не совсем достаточно оценена и до сих пор еще недостаточно оценена в собраниях других музеев. Это коллекция так называемой новой китайской гравюры или новой гравюры Китая. Это художественное направление, развивчивое в Китае в 20 веке во многом под влиянием советской школы художественной гравюры. Мы также выпустили полный каталог этой коллекции. У нас свыше 800 совершенно прекрасных произведений, причем есть как ну такие живописные произведения гравюры, линогравюры, так и такие идеологические плакаты и, скажем так, гравюры сродни плакатному искусству. Но это такое достаточно интересное направление художественного творчества, которое почему-то по тем или иным причинам не нашло своего пока еще достойного места в коллекции других музеев. Богата коллекция китайской керамики и фарфора, насчитывающая около полутора тысяч предметов. Уникальные образцы встречаются в коллекции художественных лаков, резного камня, кости, деревянных изделий 17-20 веков. Коллекция китайского костюма, состоящая почти 200 предметов, включает редчайший знак различия чиновника Буфан 17 века, халат наследника престола 18 века, купон императорского халата 19 века. В собрании вышивок и образцов художественного качества выделяется вышитый панно «Весна на реке» 18 века, веклебные образцы 19 века переданы из пекинского императора дворца музея Гуу ткани 16-18 веков. Художественные эмали 15-19 веков представлены изделиями, выполненные в разной технике. Это расписная кантонская эмаль и перегородчатая эмаль Клаузене. Искусство Китая середины 20 века отражено в музейном собрании рядом работ ведущих художников Цибайши, Фубауши, Ван Цуитао, Гу Юаня и произведениями декоративно-прикладного искусства, относящимися в основном к 50-м годам прошлого столетия. Среди них имеется ряд произведений из фарфора с оригинальными приемами декорировки. Следует особо выделить небольшое собрание живописных работ выдающих художника китайского художника 20 века Сюйби Хуна. Продолжает пополняться наше китайское собрание и в настоящее время, правда, не столь стремительно, как раньше. Происходит это в основном за счет даров российских коллекционеров. Из последних поступлений отметим картину художника 17 века У Ци «Превращение рыбы в дракона», подаренную музею крупнейшим отечественным китаистом Сергеем Леонидовичем Тихвинским незадолго до его ухода из жизни. Сейчас, после реставрации, мы готовимся представить его нашей постоянной экспозиции. А также даров современных китайских художников и каллиграфов, выставки которых мы проводим в нашем музее. Буквально несколько дней назад открылась и продолжается в музее выставка современной китайской каллиграфии живописи Гухуа «Новая эра», «Новая дружба», «Новый хайдянь». Вообще, надо сказать, что наши контакты с китайскими коллегами достаточно интенсивны. Три года назад было подписано соглашение между соответствующими министерствами культуры стран БРИКС. Оно было подписано в городе Тяньцзань, недалеко от Пекина. И в развитии этого соглашения была создана ассоциация художественных музеев и галерей стран БРИКС. И наш музей представляет в этой ассоциации Россию. Нашим китайским партнером является художественный музей, Пекинский художественный музей, с которым мы достаточно регулярно устраиваем выставки и обмениваемся с визитами коллег. Так что кроме того, наш музей будет участвовать в совместном проекте, инициированном Национальным Пекинским музеем, о подготовке публикации серии альбомов китайской коллекции в собраниях зарубежных музеев. так что, как видите, с культурной жизнью и обмен выставками и участие в конференциях между во всем лучшим нашим музеем, вообще Россией. Китай достаточно интенсивный и он очень хорошо развивался и в 50-е, 60-е годы и продолжает развиваться достаточно интенсивный и сейчас. Спасибо большое. Александр Силович, спасибо вам огромное. Ваш доклад разбудил в моей голове и душе восприятие китайской живописи, китайской музыки, которая производит на меня впечатление, как удав на кролика. Я не понимаю конкретно в чем, в линии, в рисунке, в цвете, но меня настолько это привлекает, пожалуй, кроме китайской оперы, пока. Наверное, есть какой-то психологический код, на котором китайские художники, китайские музыканты фиксировали и передавали вот это эмоциональное художественное восприятие мира другим. Надо с этим разобраться. Ну, если вы обратили внимание на слова Александра Всеволодовича, что коллекция сопоставима с Эрмитажем, представьте себе вот две половинки яблока, две стороны медали. Может быть, есть смысл подумать вам вместе с Эрмитажем при поддержке исторического общества спонсоров сделать совместный электронный музей, совместную электронную коллекцию. Вы остаетесь владельцами своей коллекции в физическом виде, а мы, как зрители, ученые, учащиеся, школьники, получим уникальную возможность увидеть все богатство того, что есть у нас с коллекцией Востока, Китая. Подумаем? Я хочу предоставить слово директору Центра стратегических исследований китайско-российских отношений университета Циньхуа Ван Ци. Мегапроекты Китая и России в Евразии. О дискуссии один пояс, один путь и северный морской путь. Я хочу сказать, что сегодня, когда я выступал, говорил, что рядом с нашим совместным университетом в Шенчжене будут воздвигнуты и уже создаются другие университеты. Вот университет Цинхуа вместе с университетом Беркли тоже там создают совместный университет. Пожалуйста. Спасибо. Сейчас университет наш сейчас имеют такое знаменитое знание. Но имею в виду с большим университетом. Все известно, недавно наш лидер Си Цзиньпин уже стал почетный доктор Большого университета. Владимир Путин стал почетный доктор нашего университета. Но сначала благодарю от души российское историческое общество за приглашение. Но особенно благодарю от души Ирины Федоровны. Но она передала мне все конкретные информации, чтобы я впервые прилетела в Владивосток для обсуждения с российскими учеными и со своими учеными. Но сегодня конечно такое тяжелое теме. До сих пор никто вот не ну хотя все хотят спать, но никак не получили. До сих пор мы вместе обсуждали и касается вот отношений между двумя державами по разных направлениям. Вот часто говорю отношения между двумя державами. Вот например вот такой стаканчик. Вот только что наш известный профессор Ли Син сказал вот характер России ну как сказать как по-русски да 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 ну то есть как такой стаканчик самый высокий либо самый низкий китайский характер как средний у нас вот Чжон Юн средний все равно либо Россия либо Китай в одном стаканчике но все вот и российские ученые и китайские ученые что мы сделаем чтобы такой стаканчик более красивее и красивее то есть отношения между двумя державами будет лучше и лучше правильно я так так подумаю но еще дополняю так дирайм но конкретно отношение между двумя институтом имею ввиду между своим институтом и институт Ирины Федоровны будет честнее честнее то есть будет лучше и лучше у нас общий государственный назначенный проект это востоковедение в России но поэтому мы конкретно обсудим и конкретно развиваем наши отношения правильно теперь вот но сегодня у меня такая тема немножко поправила вот по программе вот здесь мегапроект Китай России Европе но здесь а там программе только один из них вопрос а здесь дискуссия пять вопросов вокруг тем северно-моршрутный путь морские а там программе только опять а здесь касается перспективности перевозок грузов по северно-морской путь еще важность проект северно-морской путь в комплекте китайско-российские отношения третье интересы у китайской страны наблюдению за экспериментом северно-морской путь последнее а здесь дискуссия один пояс один путь и северно-морской путь вот эта картина северно-морской путь здесь конкретно вот представление такое северно-морской путь а здесь указано вот большинство развитых стран мира находится северно-морской северно-морской путь соединяется три основных экономически активных регионов северно-морской Америки Западной Европы и Восточной Азии являются самым коротким маршрутом по которым северной Европы Восточной Европы и полковой зоны Западной Европы соединяются Восточной Азии это москвой путь который короче на одно третье по сравнению с традиционным путем через морский пробив и Суайский канал и свете морское собственно как золотой маршруту соединяющей Европы и Азии Важность этого проекта в концепции китайско-российские отношения это важно интересы китай России рамка проекта северной москвой буч совпадают и неоптимы от намеры расследовать северной москвой буч представляют интерес для китая его использование является способствовать внешней стошности при спортивности торговой Европы два раза в то же время китай может помочь России развить речную транспортную инфраструктуру внутренней страны китай не может действовать обход России страны лишь могут совместно осваивать морской буч на взаимовыгодной основе китай вполне может использоваться собственные морские суда в том числе собственные ледоговые Россия также никогда не заявляет о том что ледогам других стран запрещено кулисировать посеверный морской буч китайские финансированные лица и ученые неоднократко заявляли на международной конференции что северный морской буч является общее достояние человечества поэтому должен быть интернационализовать истерию статусом нейтральным ввод китайское российское сотрудничество Арктии имеют благоприятные перспективные для развития проекта ЯМАР вот касается этого проекта все известно допустим вот этот проект сейчас ну как сказать связанные с Арктистой а также вместе международные собственные поддерживать содействие миру стабильности развития региона третье но некоторые русские друзья задали такой вопрос к нам интерес у китайской страны наблюдению за экспериментом северной Москвы путь что касается арктистского вопроса по китай уже 1980 годах уделял ему внимание в 2013 году китай был искренним наблюдателем арктистского совета тем не менее он мало следил за глубоким наблюдателем северной Москвы путь если производить поиск ключевым словом глубоким наблюдателем северной Москвы путь в крупнейший поиск систем Китай Пайду и китайской академической поиск системы Чива то можно обнаружить отсутствие соответствия данных это означает что на данный момент китайские собственные и научные круги не уделяют должное внимание к этому вопросу четвертое оценки Китая первые результаты инвестиций в российский северной Москвы путь в проект по данным Министерства транспорта Китая что использование северной Москвы путь в состоянии от китайских приближных полков до северной американские восточные бабешни может быть сокращено на 2300 в морской мире по сравнению с традиционным маршрут через Банамский канал от северной Балдов в Шанхай до Балдов в Западной Европе северном море Балтийской море и других Балдов на 25-55% сравнению традиционным маршрутом северная нефть потребляя морские транспорты Китая является самым большим фактором стоимости морских перевозок согласно соответствующими статистиками данным при каждом большинстве цена на нефть на 1 торт стоимости морских перевозок возрастает на 1% цена добрива составляет боровинную общей стоимости грузового перевозок китайские эксперты пригодят что как долго северной Москвой будет полностью открываться он изменит структуру мировой торговли и таким образом изменит ситуацию мировой экономической и политической сферы формирует экономические субъекты вокруг Северно-Ледового океана в том числе и в Лобе Северной Америки и России будет основаться субъектом с российской точки зрения при подъяснении перемещены международные капиталы из Евросоюза США и Азиас Азианский регион будущем России сможет поручать дополнительные известности Азианско и Азианско Азианско регион что процесс освоения Российской Сибири Дальнего Востока поможет ликвидировать узкие места и через финансирование последний о дискуссии Боя с пути и северно-морской путь. Арктика привлекательна не только для экономически развития стран, но и для тех 42 стран, которые присоединены к договору Шпиберки 1920 года. Китай же является одним из подписчиков его государства. Основные мотивационные факторы объясняют интерес Китая к Арктике, является экономическим, так как природные ресурсы Китая довольно отличаются. Китай может помогать долго импорт нефти в больших количествах, в основном из нестабильных в Лежнем Востоке. В то время, как богатый запас нефти и газ, Арктика является относительно стабильным и следовательно более привлекательным для Китая. Вот мы уделяли внимание мнение некоторых российских экспертов. Строительство боя с Саибути соображено интересом Китая в Арктике, что проявляется двух экспертов. Во-первых, направление объема международных транспортных грузоводок из Востока Азии и Европы. Во-вторых, Китай заинтересован добыча нефти на континентальном шерифе северном ледовиде Океана и так далее. Вот, но неконкретно. Одним словом, реализация проекта китайского ледового шелкового пути российского северного морского пути будет конкретным выполнением принципов совместного обсуждения, совместного строительства, совместного использования. Обирая взаимодополняющие преимущества, позволит обеспечить политическое взаимодоверие, экономические интересы, коридорные транспортности, создать собственное единое судьба, установить контакт с развивающими странами и странами в переходной экономике. Спасибо за внимание. Спасибо огромное за очень интересный и очень важный доклад. Еще в 2013 году на саммите ОСИАМ в Индонезии на острове Бали лидер Китайской Народной Республики агитировал страны региона участвовать в проекте «Шелковый морской путь». А лидер России Владимир Путин там же агитировал эти же страны участвовать в проекте «Северный морской путь». Прошло всего шесть лет и что-то изменилось. Я надеюсь, эти два проекта будут объединены, интегрированы в единый проект. Видимо, большое спасибо, надо сказать, Трампу и сомалийским пиратам, которые заставляют выбирать не только короткий путь, а «Северный морской путь» в два раза короче, чем путь по Цуэцкому каналу, Индийскому океану в Европу. И, соответственно, этот проект будет воплощен в жизнь, он действительно глобальный, это проект века, если не тысячелетия. И мы недавно видели, что Китай заложил атомный ледокол самостоятельно, без участия России, но на «Северном морском пути» ледоколов потребуется много, так же, как и обустройство портов, инфраструктуры, углубление фарватера, ну и, конечно, обеспечение современными системами навигации. Поверьте мне, это глобальнейший проект. У нас доклад следующий, Анна Андреевна Киреева, «Экономическое сотрудничество России и Китая. Эволюция достижений и проблемы». Она научный сотрудник Центра комплексного китоведения и региональных проектов. И вот после Анны Андреевны, мы будем за нее все болеть, у нас есть шанс попить кофе. Ох, это самое сложное... Нет, это большая ответственность. Да, большая ответственность. Так, вот это переключатель? Зеленый потом по этим. Спасибо большое. Вот это, да? А, вот это. Экран перед вами, вам легче, чтобы не оборачиваться. Ага, спасибо большое. Уважаемые коллеги, спасибо вам всем большое за внимание. Я хотела бы тоже поговорить сегодня про экономическое сотрудничество. Многие аспекты уже сегодня так или иначе затрагивали, обращали внимание. Я постараюсь сосредоточиться больше тогда на других аспектах, на которых мы сегодня меньше внимания уделяли. Но на самом деле моя презентация, она будет логичным продолжением того, что уже говорили, и в чем-то, опять же, тема будет пересекаться. Моя задача для этой презентации постараться посмотреть на основные этапы. Я сосредоточусь на современном этапе после 2014 года. Попробую посмотреть, что изменилось в экономических отношениях, какие основные тенденции, какова динамика, и в чем проблема заключается на сегодняшний момент. Что касается роли экономического сотрудничества в двухсторонних отношениях, наверное, здесь, в общем, для этой аудитории не нужно объяснять, в чем она состоит. Но, наверное, на что мне хотелось бы обратить особое внимание, что без серьезных и очень тесных экономических взаимосвязей вряд ли у нас возможно долгосрочное, устойчивое и стабильное отношение стратегического партнерства в целом комплексно. То есть, помимо того, о чем уже все немного говорилось, это роли для модернизации обеих стран, и роли для развития пограничных территорий и регионов, это, конечно же, еще и в целом сам характер, сам комплекс отношений наших стран и их экономической интеграции. Если постараться вспомнить буквально в самых общих чертах, что происходило за 90-е и 2000-е годы, то, в общем, понятно, что экономические отношения сделали достаточно большой рывок за этот период. И если в 90-е годы объемы торговли и инвестиций наш был достаточно скромен, то есть товарооборот был в диапазоне от 5 до 8 миллиардов долларов легальный, еще по оценочным данным примерно столько же, а то где-то и больше составлял серой или полулегальной торговли. Но при этом была достаточно сбалансирована структура этой торговли, то есть Россия экспортировала в Китай не только не столько энергоресурсов, сколько еще на тот период продукцию с более или менее высокой добавленной стоимостью, в том числе и промышленные товары. То с 2000-х годов, когда мы, собственно, видим достаточно сильный рост товарооборота, он как раз произошел в основном за счет экспорта российских энергоресурсов, за счет его сильного роста, сильного повышения, повышения доли и сокращения доли продукции с высокой добавленной стоимостью и промышленных товаров. Собственно, и с тех пор у нас и сформировалась нынешняя структура торговли, когда у нас фактически, в первую очередь, сырье в той или иной степени обработки идет в обмен на потребительские товары, на товары с более высокой добавленной стоимостью. И феноменальный, конечно, рост, мы видим доли Китая в товарах вообще во внешней торговле России, то есть это рост примерно с 2-3% до 15% с лишним, сколько это составляет сегодня. Как раз в основном он произошел в 2000-е годы. Что касается динамики инвестиций, то, в общем, вот есть данные на 2010 год, это было порядка 3 миллиардов долларов Китая в Россию и меньше миллиарда долларов России в Китай. И в этот же период был создан Российский Китайский инвестиционный фонд. И вот было тоже достаточно много компаний с китайским капиталом, но в основном все это мелкие средние предприятия. Это рост торговли. Собственно, что видно на 90-е годы, это достаточно маленький рост, и, собственно, идет достаточно сильный взрывной рост 2000-х годов. И рост инвестиций. Вот он, рост инвестиций. Это динамика по годам. Конечно, крупный энергетический проект, один из самых крупных, собственно, за счет чего во многом. И развивались отношения нефтепровод Восточный Сибирь-Тихий океан и ответвления сковородина до цин. Что касается текущего периода, периода после 2014 года, то мы можем видеть, что произошло сокращение товарооборота. Оно пришлось на 2015-2016 годы. Как следствие нескольких тенденций, это санкции, которые были приняты западными странами против России. Это падение ценно-энергоресурса, наш главный экспортный товар. И это снижение потребительского, покупательской способности населения, потребительского спроса, населения российского на китайские товары. Ответственно, когда все эти тенденции были преодолены, у нас логично и восстановился товарооборот, собственно, и дорос до текущих 108 миллиардов долларов. Я смотрела статистику по текущему, первой половине 2019 года, практически без изменений, российская статистика показывает изменение буквально в полупроцента рост. Видимо, он не будет такого же сильного роста, как мы наблюдали, например, в прошлом году. И при этом доля Китая во внешней торговле России достигла 15% с лишним. Соответственно, это достаточно большой показатель. Это все еще меньше, чем ЕС совокупно, но если мы рассматриваем отдельные страны, это будет номер один. Что касается инвестиций, вот здесь найти статистику по инвестициям реальную, это, мне кажется, задача не из легких. Дело в том, что Центральный банк дает исключительно прямые иностранные инвестиции, которые пришли напрямую из Китая. Если мы посмотрим на данные ЦБ, то за прошлый год у нас даже произошел отток накопленных прямых инвестиций за 2018 год. Но, как, в общем, считают экономисты, это не отражает реальной картины, а в реальности большая часть китайских инвестиций, она проходит через офшоры, а также, как, собственно, и российские инвестиции, многие в российскую экономику. Поэтому есть совершенно различные данные, и на какие, собственно, из них ориентироваться, достаточно сложно. Министерство коммерции КНР дает цифру, статистику на конец прошлого года, это 10,5 миллиардов. Вот сегодня, уважаемый докладчик озвучивал цифру 14 миллиардов. Если посмотреть официальные выступления официальных китайских лиц, мы найдем разные цифры от 30 до 40 миллиардов долларов всего совокупных накопленных инвестиций. И, чтобы окончательно запутать, нашла данные посла Российской Федерации в Китае Денисова, которые говорят о том, что на начало прошлого года они были 30 миллиардов долларов, и по итогам будут около 35. То есть, наверное, примерно на эту цифру можно ориентироваться, если рассматривать вообще в целом совокупные инвестиции Китая в российскую экономику. Ответственно, это очень большой контраст с теми данными, которые дает Центральный банк России. То есть это в 10 раз фактически, это очень большая разница. Какие ключевые сферы инвестиций, его сегодня уже озвучивали, они не сильно отличаются от Дальнего Востока. Это в целом добыча природных ресурсов, особенно энергетических. Это сельско-лесное хозяйство, строительство, торговля, легкая текстильная промышленность и производство бытовой техники и сферы услуг. За прошедшие годы происходит диверсификация секторов экономики, в которые направляются инвестиции, но пока еще она идет достаточно медленно. Есть цель довести прямые иностранные инвестиции до 12 миллиардов долларов, сколько я понимаю, с четырех, видимо, до 12. И что касается российских инвестиций в Китай, то они по официальной статистике не достигают и миллиарда долларов, то есть они меньше. Соответственно, главные факторы, которые влияют на наши отношения, после 2014 года, конечно, Россия стала намного больше заинтересована в китайских инвестициях, во многом как страховка от последствий, от ущерба негативных отношений с Западом. При этом мы видим достаточно сильную осторожность китайского бизнеса, который ранее на российском рынке не работал. То есть как раз это не касается, в общем, приграничных провинций бизнеса, которые уже хорошо знает Дальний Восток. За исключением каких-то крупных проектов, крупных энергетических сделок. И, конечно, это стремление инвестировать на выгодных для себя условиях, за что, наверное, вряд ли можно каким-то образом корить бизнес. Это, в общем, главная функция получения прибыли. И, конечно, есть еще один фактор, который затрудняет операцию, особенно финансовая операция. Это фактор санкции США, в особенности последнего законодательства КАЦ, КАЦ, который затрудняет банковские операции, фактические инвестиционные решения. Естественно, я буквально пробегусь по сферам очень кратко. Если какие-то потом будут вопросы, я буду рада более подробно о чем что-то охарактеризовать. Что касается энергетики, то наши, в общем, ключевые в данном случае проекты, они крупны именно в энергетике, именно в этой сфере после 2014 года. Это Сила Сибири, которую мы ждем как запуск в этом году. Это приобретение совокупных 30% Ямала СПГ. И целый ряд соглашений о совместной разработке, сотрудничестве по разработке энергетических ресурсов. Это Роснефть и НОПЕК, Газпром СНПС, Роснефть и НПС. То есть достаточно большой спектр. Это Сила Сибири, которую мы ждем. И, соответственно, также это буквально недавно объявленная сделка о 20% в Арктик СПГ. То есть это, опять же, жиженоприродный газ, интерес к которому повышается. Как результат, за последние годы Россия стала либо экспортером номер один нефти после Саудовской Аравии, либо номер два. То есть, как, например, в прошлом году. И, помимо этого, есть реализуемый достаточно крупный проект, который Россия делает в Китае. Это, в общем, известная АЭС Тяньвань, по которой были достигнуты договоренности о строительстве новых энергоблоков. Это, пожалуй, такой единственный крупный прорывной проект в этой сфере. Появились новые проекты. Вот это достаточно новое развитие машиностроения в производстве. То есть я имею в виду именно обрабатывающую промышленность. Конечно, самые два крупных проекта — это разработка широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. Это, в общем, то работа над чем все еще ведется. И тяжелого транспортного вертолета, что, наверное, где-то находится частично в связке с военно-техническим сотрудничеством также. Соответственно, как мы видим, по продвижению этих проектов, но, наверное, особенно по самолету, достаточно тяжело на практическом уровне достичь договоренности. И до сих пор, в общем-то, несмотря на то, что уже появились проекты, есть различные спекуляции про изменение условий с китайской стороны. И каким образом это согласовать, это все еще остается достаточно сложным вопросом. Опять же, новое — это, наверное, автомобилестроение, помимо завода Great Wall, еще также есть инвестиции Автодора и ФАВ на постройку нового завода. Это то, чего, в общем, раньше не было. Это сборка. И интересно, что завод Great Wall, он с достаточно высоким процентом локализации идет в России, даже если мы сравним с заводами остальных компаний. Хайер — производитель бытовой техники, новый завод, индустриальный парк — это, в общем, тоже в этом плане один из примеров сборки и производства бытовой техники. Ну и цемент. Что касается нефтехимии, то это Сибур, в первую очередь, сотрудничество с Сибуром, приобретение, вхождение в Сибур как стратегического инвестора. И возможное соглашение о создании совместного предприятия на базе Амурского газохимического комплекса между Сибуром и Синопек, который еще пока, насколько я понимаю, не финализировано полностью. Сельское хозяйство стало действительно сферой, в которой мы видим сильные достаточно изменения, сильную динамику. И Китай даже стал первым экспортным направлением по сельскому хозяйству для России. И вот сейчас, после открытия рынка зерна и вот в прошлом году мясо птицы, молочная продукция, это, видимо, будет одним из перспективных рынков сельского хозяйства. IT-торговля, IT-сфера, которая раньше вообще практически отсутствовала в российско-китайском взаимодействии. Это и проекты совместные с Alibaba, последний альянс Alibaba, Megafon и Mailer Group, это достаточно крупная сделка в этом секторе. И, по-видимому, сотрудничество, по крайней мере, МТС и Билайна с Huawei по поводу связи 5G пятого поколения. То есть это, в общем-то, достаточно важное партнерство. Туризм. Наверное, все, кто бывал сейчас, кто находится во Владивостоке, Москве, Петербурге, видят количество китайских туристов, насколько оно увеличилось. И, собственно, Китайский тоже является одним из ключевых направлений туристов для российских туристов. И, собственно, есть некоторые соглашения новые по финансам, которых раньше не было. И созданы целый ряд, вот я постаралась выписать, 5 новых инвестиционных фондов. Помимо декапитализации российско-китайского инвестиционного фонда, еще было за последние годы, по крайней мере, объявлено на создании новых фондов. Так, это я все пропущу. И приходим к проблемам. Самое последнее. Мы уже сегодня несколько раз говорили про несбалансированную структуру торговли. Конечно, это проблема, которая интересует Россию. Это российская, в общем-то, проблема прежде всего. И именно России предстоит заниматься так или иначе управлением этой структуры, которая связана с структурой экономики, в принципе. Собственно, вот этот обмен энергетического сырья и сырья на готовую продукцию. С чем, как бы, какие здесь могут быть пути? Ну, вот это, наверное, в первую очередь связано с проблемой малого количества совместных предприятий, необходимость создания совместных предприятий, формирования цепочек добавленной стоимости, новых стартапов, особенности в инновациях и производствах с высокой добавленной стоимостью. Таких компаний, производств их крайне мало, даже если мы сравним на российско-японские отношения, то мы увидим, что китайские отношения здесь достаточно сильно отстают. Соответственно, несмотря на вот эту дезинфикацию сфер, помимо энергетики, казалось бы, нового качества экономического взаимодействия пока еще не достигнуто, и вот тоже предстоит немало усилий, чтобы это сделать. Помимо этого, наверное, стоит указать на проблему нехватку информации. Очень тяжело найти информацию про то, какие проекты реально существуют, реально реализуются, какие социально-экономические возможности, это и бизнес-ассоциации, и это по линии торгово-промышленных палат. И, в частности, это касается вопрос сопряжения ЕАЭС и ПШП. Если попробовать посмотреть, какие реально есть сделки проекта, то нет никакой базы данных или списка, где мы могли бы посмотреть и сказать, вот такие проекты существуют. Это одна из проблем, с которой, наверное, можно и нужно бороться. Это не так тяжело сделать, как изменить структуру экономики. Это, собственно, вопрос, связанный с информацией, сопровождением бизнес-сделок, бизнес-мэчингом, собственно, информирование о потенциальных контрагентах, возможные совместные стартапы. Это, наверное, та сфера, которую, прежде всего, можно и нужно закрывать. Помимо этого, есть, в принципе, плохое знание российскими компаниями, китайского рынка. То есть для наращивания сырьевого экспорта, это, наверное, ключевая задача. Какие потребности, какие маркетинговые стратегии можно и нужно предпринимать. Аналогично, хотя мы хотим привлекать китайские компании, высокотехнологичные, провойти в сфере. Помимо российских крупных совсем компаний, лидеров рынка, нет понимания, как привлечь китайские компании, каким проектом они могут заинтересоваться. И в целом китайский бизнес в этих сферах крайне неохотно идет на сотрудничество с российским. Конечно, это длительные сроки таможенного оформления, фитосанитарного контроля, сложность в регламентах и согласованностях. Над этим сейчас, по идее, должны работать в рамках как раз соглашения ЕАЭС Китай над сведением стандартов, над заближением стандартов. В целом, конечно, сложности российского бизнес-климата и готовность части, по крайней мере, китайских компаний все еще использовать серые схемы, полулегальные. Проблема – большая рентабельность инфраструктурных проектов в России. Здесь, по-видимому, необходима целенаправленно густарственная поддержка, из-за чего мы фактически не увидели, не видим ни одного крупного какого-то инфраструктурного проекта с участием Китая, например, который мог бы быть примером сопряжения ЕАЭС и ПШП в сфере транспорта и логистики. И нехватка квалифицированных кадров со знанием языка, языков обеих, и условий ведения бизнеса партнера. Вот это тоже, в общем-то, очень большой пробел, несмотря на то количество студентов, которые выпускаются, как бы их все еще явно недостаточно. И, как представляется, часть этих проблем, они связаны просто с объективными ограничениями. Китай, со своей стороны, он не может реализовать ту модель сотрудничества с Россией, как он это делает с большинством стран инициативы пояса пути, с той же развивающейся Азией, с Африкой, с Латинской Америкой. Та же модель не подходит. Россия не готова участвовать в проектах на тех же условиях, например, с предоставлением китайских технологий, рабочей силы, стройматериалов и прочее. И, как бы, практика показывает, что, скорее, сделок не будет, чем что-то будет на невыгодных условиях. Соответственно, немодернизированная трансграничная инфраструктура и, в целом, более низкий уровень развития приграничных районов по сравнению с всей территорией, он предопределяет слабость и приграничных связей. И вот, к большому сожалению... Я уже заканчиваю, извините, пожалуйста. К большому сожалению, мы видим то, что у нас часть, большая очень договоренности, которая подписывается на высшем уровне, они остаются нереализованными. И когда я готовилась к этой презентации, я нашла огромное количество проектов, которые были подписаны за последние несколько лет и по которым полная тишина. То есть, вообще, ощущение есть такое, что это мертвые проекты. Соответственно, это тоже, наверное, одна из проблем. То есть, показывание истории успеха, оно очень важно для двухсторонних отношений. Ну и, наконец, сложности визового режима, которые существуют, они объективны. И, ну, что касается Дальнего Востока, это нехватка рабочей силы. И здесь про финансовые проблемы, о которых я уже не буду говорить, поскольку исчерпала лимит времени. Спасибо большое. Извините, я очень не хотела задерживать кофе-брейк. Спасибо огромное. Ну, 10 минут кофе, всё-таки. График надо уважать. Субтитры сделал DimaTorzok